В зале администрации в рамках аппаратного совещания состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Единства Народов Дагестана. От имени главы города Сагид Пашиумаханова, исполняющего его обязанности Сагид Салима Даудова, актива города и всего депутатского корпуса, поздравил присутствующих с этим праздником глава администрации Арслан Арсланов. История хранит немало свидетельств единства народов нашей республики, которым не помешали ни внутренние размозки, ни иноземные завоеватели. Теснее дагестанские горцы сплачивались в периоды военных действий. Они вместе выступали против врага, отметил Арслан Арсланов. Объединились дагестанцы и в августе-сентябре 99-го года, когда вооруженный банк формирования, возглавляемый Басаевым и Хаттабом, вошли на территорию республики. И в эти судьбоносные дни Хасаев показал пример мужества и любви к родине, сплотившись вокруг многотысячный отряд ополчения во главе с Агитпашою Махановым. Но вторжение стало началом кровопролитной войны. Об этом свидетельствуют многочисленные теракты, направленные против сотрудников государственных структур и правоохранительных органов республики, религиозных деятелей и мирного населения. Противостоять терроризму можно только вместе. Новый праздник призван еще раз напомнить дагестанцам о славном историческом прошлом. Доход в них свежую струю патриотизма и чувство гордости за свой народ, за свой язык, за свою культуру. Пока народ Дагестана един, ему не страшны никакие испытания. А его единство и есть главное историческое достижение и главное богатство. Мира, добра, благополучия, семейного спокойствия, чтобы мы из года в год жили вот такой дружной, единой общей дагестанской национальной семьей. Спасибо. Следующим выступил заведующий кафедрой гуманитарных наук филиала Дагестанского государственного университета в городе Хасаюрд Руслан Розаков. Он как историк привел некоторые примеры, послужившие толчком для объединения народов Дагестана в древние времена. Надо сказать, что единство народа Дагестана, оно действительно было очень крепким, мы смогли сохранить себя как народ, все-таки мы малочисленные народы, в нашей республике живет очень много малочисленных народов, а учитывая, сколько походов совершалось в Дагестане, причем самых великих империй, выжить в этой ситуации могли не всякие народы, а вот мы смогли сохранить себя. Слово также предоставили представителям молодежи Хасаюрда. От их лица выступила студентка Республиканского Педагогического колледжа Дженет Сатуева. День единства Дагестана – это праздник добра и заботы о людях. Говорят, если в человеке есть доброта и доброжелательность, то он как человек состоялся. Так давайте же будем добрее и терпимее друг к другу, ведь именно эти качества помогают нам быть едиными. Всех нас, дагестанцев, объединяет единое чувство гордости за нашу Родину и ее историю. Мы, молодежь Хасаюрда, верим в светлое будущее нашей Родины и в этот предпраздничный день с особенной силой ощущаем свою принадлежность к большому и единому народу и знаем, что у нас есть одно отечество – Дагестан и Россия. Спасибо. За добросовестное и образцовое исполнение своих должностных обязанностей и в честь празднования Дня Единства народов Дагестана награждены были лучшие работники городских организаций, отделов социальных и образовательных учреждений. Награждается Абакарова Айна Исмаиловна, ведущая специалист финансового управления муниципального образования городского Союза. История Дагестана гласит, порознь и одиночки не сделают того, чего можно сделать вместе. Именно эти непереходящие ценности помогут нам сохранить наше единство, национальную гордость и любовь к Отечеству заключили в завершении совещания. Заира Магомедова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».